Ким Ин Джон. «Так я женился на антифанатке». Любовь. Глава первая. Дистанция между звездой и антифанаткой. Поездка наедине со знаменитостью? Если бы вы были фанаткой и услышали подобное, то, скорее всего, ваше сердце остановилось бы от счастья. Однако что прикажете делать с настроением и характером Худжуна? «Почему нас отправили в путешествие только вдвоем? Ну почему?» Возмущенно спросила Гэнён, сжав кулаки. Худжун совершенно спокойно вел машину и лишь поправлял камеру, установленную впереди. Такова концепция съемок «Путешествие вдвоем». Никого из съемочной группы и близко не было. Только Айдол и его антифанатка в сопровождении камер. Но даже добравшись до окрестностей острова Нами, они не ощущали себя в уединении. Маленький пластырь телесного цвета все еще скрывал ссадину на лбу у Худжуна. А вот его губа была уже в полном порядке. Однако девушку беспокоила глубокая рана на ладони, перевязанная бинтом. «Не проще ли повернуть монитор в нашу сторону? Вот так?» Держа камеру, Худжун проверил фокус на мониторе, на котором отображалось его лицо. «Ты и правда не против всего этого?» Гнену вздохнула. «Ты чего-нибудь хочешь? Только скажи». Внезапно выпалил Худжун и сделал два общих снимка. «Улыбайся. Из-за твоих моростей даже я выгляжу не очень. С таким лицом ты кажешься нездоровой». Язвительно добавил он, ткнув ее в плечо. «Эй, обидно. Кто тут еще нездоровый?» Примерно через десять минут Гнен получила сообщение от продюсера. «Улыбнись, разве можно в прямом эфире фотографироваться с таким лицом?» Худжун сокнул, посмотрев на экран. «Какие еще доказательства тебе нужны?» Гнен не могла не волноваться. Следующим этапом была прогулка по воде. Оба надели спасательные жилеты и сели в лодку. Однако Худжун сказал, что не может грести, ведь рана на его руке снова начнет кровоточить. «Ты хочешь сказать, что менеджер, который фургун-то нормально не может вести, должен как-то справиться с лодкой?» Съемки продолжались, и девушка не сомневалась в умении монтажера показать ее в самом неприглядном виде. В конце концов Худжун заставил Гнен грести, запечатлевая усилия девушки на камеру. «Скажи честно, сегодняшний цирк вы придумали вместе с продюсером, не так ли? Ты моей смерти жаждешь!» — закричала Гнен с красным от гнева лицом. «Зачем мне объединяться с ним, чтобы досадить тебя?» — пробормотал певец, снимая себя с разных ракурсов. Гнен изо всех сил пыталась подавить и ярость, которая скопилась у нее за все время, чтобы не ударить звезду веслом. Иначе завтра же появились бы газеты с шокирующими заголовками, а девушка села бы в тюрьму. И вдруг она поняла, что, возможно, таков изначальный план Худжуна. Антифанатка подняла бы на него руку, а съемки тут же прекратились бы. Так ли это? Девушка холодно посмотрела на мужчину, который как ни в чем не бывало разыгрывал представление, в то время, пока она кипела от злости. Кажется, Худжун всегда на шаг впереди нее. Ей стало страшно. Когда время прогулки подошло к концу, Гнен усердно гребла, чтобы доставить лодку к причалу. «Ничего себе, ты и правда справилась? У тебя натренированные руки!» — с восхищением сказал певец. «Хочешь взглянуть поближе?» Гнен схватила весло и вскочила со своего места. Однако она очень быстро потеряла равновесие и полетела вниз. «А-а-а!» Девушка смотрела на небольшие волны, напоминающие ей крокодилов, которые собрались вокруг лодки. Если мучений Гнен не хватило, то ее падению продюсер уж точно будет рад. Ожидая скорой встречи со стихией, Гнен изо всех сил попыталась сохранить равновесие, но в этот же момент почувствовала, как ее поясницу что-то сжало. «А-а-а-а!» — закричала девушка, закрыв глаза и стараясь опуститься на колени. Ее движения оказались невероятно неуклюжими, а мышцы слишком напряглись. Через мгновение Гнен удивленно подняла голову. Худжун, чье лицо ярко освещало солнце, еще сильнее притянул ее к себе так, что они оказались лицом к лицу. Девушка смотрела на него снизу вверх. Она задумалась о том, видела ли его когда-либо так близко. Худжун продолжал, не отрываясь, смотреть на нее, отчего девушке стало тяжело дышать. Мужчина крепко обхватил ее за талию одной рукой, а другой, на которой красовался порез, держал камеру. «Твоя... твоя... твоя рука!» Лицо девушки уже было красное от смущения. Она попыталась вырваться из объятий певца, но безуспешно. Худжун еще крепче обнял ее и притянул вплотную к себе. «Продолжишь в том же духе — точно упадешь. Если собралась снимать под водой, не забудь прихватить с собой камеру». Нет, конечно, она не хотела падать. Но ей казалось, что если останется так близко стоять к певцу, то в конце концов утонет в его глазах или задохнется. К счастью, благодаря Худжуну Гнен благополучно покинула лодку. Камера, разумеется, все засняла. Увидев побагровевшую повязку на ладони мужчины, Гнен забеспокоилась. «Что же теперь делать? Нельзя, чтобы рана стала еще больше!» Гнен чувствовала себя виноватой и не знала, как следует поступить. Она не могла смотреть Худжуну в глаза. Не потому что слишком сожалела о случившемся, а потому что с трудом выносила взгляд мужчины, которого держала за руку. Девушка прекрасно знала, что вовсе ему неинтересно. Но теперь Худжун смотрел на нее как-то по-особенному. Неужели он и правда хотел опозорить Гнен, а она чуть не повелась? «Ерунда. Несколько дней и заживет». Худжун развязал пропитанные кровью бинты и, вытерев рану, выбросил их в мусорное ведро. «Тогда нужно наложить новую повязку. На всякий случай я…» Девушка достала из своей сумки бинт и протянула ему. «Все это время ты носила его с собой?» Худжун внимательно посмотрел на Гнен. «Ну, просто я уже взяла бинт для тебя на всякий случай, поэтому покупать новый было бы пустой тротый». Смущенная Гнен протянула его Худжуну, стараясь не поднимать глаза. Однако мужчина продолжал сидеть неподвижно. Девушка аккуратно взглянула на него, и он протянул ей свою раненую руку. «Забинтуй сама, в другой руке у меня камера. Я запечатлею этот момент». Худжун направил камеру на Гнен. «Ну ладно, попробую», ворчливо ответила девушка. Начав перевязывать руку Худжуна, она сарказмом добавила. «Нужно сфокусировать камеру на ладони». В любом случае, продюсер попросил меня сделать пару пробных съемок. Так почему бы нам не отправить им этот момент? Пусть видят, чем обернулось наше путешествие. «Эй, не опускай подбородок так низко, не видно шеи». Сейчас девушка не чувствовала неприязни или неловкости, которые появлялись у нее при общении с малознакомыми людьми. Но она не знала, нормально ли сближаться с ним. Следующие съемки Худжуна должны были состояться завтра в редакции журнала, где раньше работала Гнен. Идея не вызывала у нее восторга. Она не хотела видеть своих бывших коллег. Девушка попросила перенести встречу с журналом на другой день. Но из-за зарубежной конференции, в которой должен был участвовать певец, продюсер отказал ей. Гнен уже собиралась спросить, можно ли ей не приходить, как услышала, что также должна присутствовать. Бывшую журналистку одолели воспоминания о большом помещении, наполненном запахом рагу из тофу. И ей стало нехорошо. Наступил следующий день. Сердце Гнен сжималось, когда она вместе со съемочной группой стояла перед зданием редакции журнала. Она очень переживала. Ужаснее было только требование продюсера войти первой. Гнен всегда знала, что его заботит исключительно собственная жизнь, и он вовсе не собирался защищать подопечную. В этот момент к ним присоединились Худжун и Джихян. «Привет», — улыбнулась им девушка. Только Джихян ответил на приветствие Гнен и, улыбаясь, махнул в ответ. Девушка неосознанно посмотрела на руку Худжуна, повязку, которую она наложила, была заменена на новую. Гнен стало немного грустно. Худжун бегло взглянул на партнершу и тут же зашел в переговорную. Неужели так сложно поздороваться? Еще вчера и казалось, что они немного сблизились, а сегодня все снова по-старому. Насколько же они все-таки далеки друг от друга? Гнен хотела повидаться с Ухваном, но его нигде не было. Словно так подстроили специально. Девушка нерешительно вошла в переговорную и тут же услышала, как две сотрудницы начали шептаться. Она столько всего наболтала про Худжуна, а теперь они разгуливают вместе? Говорят, ей очень хорошо заплатили. Вероятно, дело в этом. Как бы там ни было, неужели у нее нет гордости, раз она вернулась в журнал, из которого ее уволили по вине Худжуна. Она совсем не обидчивая. Женщины начали тихо хихикать над Гнен. Им было все равно, услышит она их слова или нет. Девушка изо всех сил старалась держать лицо, но чувствовала, что на грани. «Проходи», — сказал продюсер Гнен, услышав шепот сотрудниц журнала. Он положил руку ей на плечо, чтобы утешить. Девушка постаралась улыбнуться, но вышла слишком вымучена. Худжун сидел в переговорной, а руководитель группы Мунхи кокетливо разговаривала с ним. Мужчина не проявлял ни малейшей заинтересованности в беседе и даже не поднимал на Мунхи взгляд, но та продолжала притворяться приторно-дружелюбной. Как только в переговорную вошла Гнен, теплый и даже ласковый взгляд руководителя стал холодным и пронзительным. Столь быстрая смена настроения заставила Гнен почувствовать себя еще хуже, но в то же время показала Мунхи не в самом приглядном свете перед остальными. «Добрый день, меня зовут Хан Мюнсю, я продюсер проекта». «Добрый день, я руководитель, продюсер Хан». Не успели оба обменяться приветствиями, как продюсера позвали. «Прошу меня простить». Хан Мюнсю извинился и вышел в коридор. «Госпожа Гнен, хорошо выглядите. Как думаете, все это из-за постоянного света софитов?» — спросила Мунхи, поглядывая на Гнен. В ее тоне слышались язвительные нотки, будто она говорила «Наслаждайся, пока есть такая возможность». Девушка лукаво рассмеялась. «Кто знает, пожалуйста, перестаньте экономить на освещение. Вы не платили мне вовремя и даже не включали нормальный свет в помещении. Разве так должно поступать руководство компании? Или вы тут уже ничем не заправляете?» Гнен наигранно вскинула брови и посмотрела прямо на Мунхи. «О!» — научилась возражать. «Да ты у нас выросла!» — читалась на лице руководителя. Девушка сузила глаза и улыбнулась, словно отвечая, что теперь Мунхи для нее лишь бывшая начальница, которая уже ничего не решает в ее жизни. «Ты никогда не выделялась красотой и, вероятно, так и не научилась отличать простую вежливость и добрые отношения», — ответила она на саркастичное заявление Гнен. Недаром ее прозвали «Злыдня Мунхи». «О! Осторожнее со словами! Камеры по-прежнему снимают. Неужели вы еще не поняли, что наши монтажеры очень добросовестно выполняют свою работу. Иногда они показывают людей такими, какие они есть», — предостерегла Гнен. «Ты это мне? Разве не ты первая неправильно поняла мое приветствие?» Мунхи пожала плечами. Гнен еще раз убедилась, что не стоит спорить с людьми, которые живут своей гордостью. «Ты что-то не то съела? Почему такая раздражительная?» — внезапно прервал их перепалку Худжун. Гнен знала, что они не одни, но резкая реплика певца ее удивила. Обернувшись, она увидела Худжуна с издевкой, взирающего на Мунхи. «Кто? Вы это мне?» — лицо женщины покраснело от негодования. Худжун повернулся к Гнен и неодобрительно посмотрел на девушку. «Я говорю это своему менеджеру». Ужасно быть никем. Сейчас девушка искренне жалела, что пыталась доверять Худжуну. Гнен прикусила губу, тихо вздохнула и с осуждением уставилась на певца. «Как правило, люди брюжат, когда чья-то жизнь становится лучше, вопреки их ожиданиям. Не так ли?» — сказал Худжун и снова взглянул на Мунхи. Глаза руководителя округлились, и она посмотрела на Худжуна. «Кого вы имеете в виду?» — осторожно спросила женщина. Затем Худжун снова глянул на Гнен и сухо ответил. «Я снова разговариваю со своим менеджером». В этот момент лицо Мунхи побледнело, а губы сжались так сильно, будто их обметали на швейной машинке. Худжун немного опустил подбородок и еле заметно улыбнулся. На мгновение Гнен чуть сама не заулыбалась. В итоге оказалось, что Худжун на ее стороне. Но почему? Вскоре в переговорную вошел глава отдела планирования, и после неловкого приветствия началась основная часть встречи. Мунхи даже не смотрела на Гнена Худжуна. Во время перерыва, сделав занятый вид и взяв чашку кофе, она куда-то быстро удалилась. Худжун тоже ушел, чтобы переодеться. В одиночестве Гнен стала не по себе. Когда ее уволили из журнала, девушка испытывала только смущение. Она помнила те дни, когда работала в редакции. Многочисленные интервью, повседневные дела и частые конфликты с руководителем. Теперь Гнен понимала, что жизнь складывается из мелочей. Осознание, что она уже никогда больше не будет работать тут, свалилось на нее. И казалось, воздух стал тяжелее. Гнен больше не могла находиться в переговорной и направилась на террасу. Место, где она раньше часто бывала. Как только девушка пришла туда, она сразу же услышала голоса Мунхи и других сотрудников. Здравый смысл кричал ей немедленно уйти, но тело словно не слушалось. Когда Гнен появилась на террасе, все взгляды сотрудников редакции устремились к ней. С Худжуном за спиной совсем ощутила себя на небесах? Руководитель группы смотрела на Гнен так, словно та была букашкой. Да, и если я построю там замок, то обязательно приглашу на новоселье. Только не забудьте захватить с собой еды. Неправильно ходить на подобные мероприятия без подарков? Расправив плечи, ответила Гнен. Она не хотела проигрывать, да и причин у нее на это не было. Позволяешь себе подобное, раз я больше не твоя начальница? Не советую, я ведь старше. Мунхи продолжала поглядывать на Гнен с наигранным элегантным сарказмом. В этот момент девушка не выдержала, и ее лицо исказилось. «Если хотите, чтобы к вам относились как к старшей, то и ведите себя соответственно. Неважно, насколько раньше вы родились и насколько больше риса съели, если вы так относитесь к людям. Счет по количеству тарелок риса уместен только в столовой. Разве в столовой вам не приходится платить за еду?» Гнен холодно посмотрела на руководителя. Мунхи закатила глаза. «Ты стала такой злой, когда оказалась на самом дне. Как недостойна! Разве похоже, что я на самом дне? Вы еще удивитесь, как высоко я смогу прыгнуть. Сможете это пережить?» «Эй!» — закричала Мунхи. «Думаешь, раз Худжун принял твою сторону, то вечно сможешь стоять рядом с ним? Поступай, как знаешь, но помни, что скоро все это закончится». Пока руководитель группы смотрела на Гнен, сердце девушки готово было выпрыгнуть из груди. «Я была вашей подчиненной. Разве мало вы получили похвалы, представив проекты, которые вам не принадлежали?» Гнен, не отрываясь, смотрела на Мунхи, словно хотела пронзить ее взглядом. Две сотрудницы, стоявшие рядом с руководителем, переглянулись. Плотно сжатые губы Мунхи дернулись. «Вы бы могли относиться добрее к своей бывшей подчиненной, с которой так ужасно обошлись? Неужели вы из тех людей, которые чувствуют себя лучше только тогда, когда страдают другие?» С грустью в голосе сказала Гнен. «Нельзя было тихо уйти? Зачем вмешиваться?» Уже кричала Мунхи. «Просто знаете, не я виновата. Я постоянно думаю о том, что хотела покончить с собой, и о том мероприятии, на которое меня заставили пойти. И вы не забывайте. Позже, когда буду писать статью, я обязательно расскажу, что этот журнал — то самое место, где я даже не могла открыть рот». Гнен бросила чашку с кофе в мусорное ведро и отвернулась. «Раскрутишься на телевидении, уже почувствовала себя звездой? Ты ведь знаешь, какой позор тебя ожидает!» — крикнула Мунхи напоследок. Девушка сжала кулаки и закусила губу. Она до сих пор не понимала, почему ей снова нужно приходить на свою старую работу и выслушивать подобное от враждебно настроенных коллег. Гнен вышла с террасы с пунцовым лицом. Она торопливо шагала по коридору, когда ее окликнул продюсер, выходящий из переговорной. «Гнен, мы начинаем. Все тебя ждут?» «Неважно, я не иду». Холодно ответила та и прошла мимо. Продюсер так округлил глаза, что казалось, будто они сейчас вылезут из орбит. «Боже, Гнен!» — крик продюсера Хана ударил в затылок девушке. Но она не собиралась оглядываться. Ей не хотелось, чтобы кто-то видел ее слезы или красное от поднявшегося давления лицо. Подойдя к лифту, Гнен торопливо нажала на кнопку. «Боже, Гнен, мы начинаем. Все это делаем. Все это делаем. Все это делаем.